Депутат Госдумы, член Генсовета партии «Единая Россия» Роман Терешков провел открытую встречу с жителями городского округа Люберцы. Какие вопросы больше всего волнуют горожан, выясняла наша съемочная группа. В ходе открытого диалога подняли вопрос территориального развития поселка Октябрьский. Поддержки дворового спорта, перенос остановки общественного транспорта на 23-й километр федеральной трассы М5 Урал. Дорога от улицы Космонавтов на остановку Карьера. Люди всегда, улицы Южная, Космонавтов, Молодежная, пользовались этой остановкой. После реконструкции трассы Новорязанского шоссе ее перенесли на 500 метров. И крайне неудобно сегодня людям ходить на эту остановку. Следующий вопрос был от инициативной группы жителей поселка Октябрьский. Дело в том, что там практически отсутствуют социально значимые объекты. Школы работают две смены, а детские сады переполнены. У нас детский садик 12-й. Закрыт уже год якобы на ремонт, якобы на реконструкцию, якобы еще что-то такое. Но дело в том, что этот детский садик 1938 года строительства, он практически не пригоден к реконструкции, как хотят администрация наша, как хотят депутаты наши, и в том числе областные. И наши жители требуют не реконструкции двухэтажного проваленного здания, а строительства нового современного детского садика, в котором был бассейн, музыкальные и спортивные помещения. Люберчане, активно пропагандирующие дворовый спорт, обратились с просьбой помочь с организацией турнира по хоккею среди любительских команд. Роман Сережков, в свою очередь, заверил, что поможет в организации спортивного состязания и выразил желание самому стать участником. Завершилась встреча презентации нового портала взаимодействия жителей и власти, который начнет свою работу в ближайшее время. Мы на территории нашего 121-го округа запустили первый портал гражданского общества, мы его назвали здесь, точкой РФ, где каждый житель может зарегистрироваться, задать свой вопрос, узнать о событиях, которые происходят на территории муниципальных образований. Там же будут открыты личные кабинеты, на этом портале будут присутствовать и наши муниципальные депутаты, это самое близкое к народу, нашим жителям власть, и будут открыты общественные приемные. Открытые диалоги с жителями 121-го избирательного округа продолжатся до конца года.